Время подводить итоги и ставить цели на будущий год. В Иванове проходит учебно-методический сбор Министерства чрезвычайных ситуаций. Торжественную встречу высокому гостю, замминистра МЧС России Владимиру Степанову, организовали в противопожарном институте. Генерал-лейтенант вместе с губернатором региона возложили цветы к мемориалу в честь выпускников учебного заведения, погибших при исполнении обязанностей. Затем на территории вуза состоялось торжественное вручение противопожарной техники. Четыре единицы отправились в федеральные подразделения региона. Две машины достались областным центром в Верхнем Ландихе и Вичуге. На заседании по подведению итогов года руководство МЧС России аппарата полномочного представителя президента ЦФО озвучили задачи, которые необходимо решить первостепенно. В своем послании Владимир Путин говорил о необходимости импортозамещения в вопросах техники, программного обеспечения информационных технологий. Особенно это касается объектов критической инфраструктуры. Для этого нужна принципиально другая организация работы. Поэтому мы сейчас, вот все ведомства, федеральные ведомства, МЧС, прежде всего с опорой на отечественного производителя работают, и мы точно все должны понимать, что сила нашей страны в наших собственных возможностях. Поэтому это такая задача, которую ставит президент. Нам ее обязательно нужно решать. Определенные проблемы необходимо решить в частности в нашем регионе. С счетом финансирования у нас есть определенные проблемы с техникой. Нам надо активнее работать в области расширения добровольных пожарных дружин, особенно в тех районах, которые не прикрываются непосредственно штатными пожарными частями. А это достаточно важный момент. Павел Коньков отметил, что главное в случае чрезвычайной ситуации для населения иметь полную информацию о происходящем вокруг. Поэтому важная задача на следующий год доработать систему оповещения в регионе. Решение вопроса снова упирается в финансы. Но деньги и технические возможности найдутся, пообещал Павел Коньков. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.